Всем привет, друзья! У меня на канале уже есть одно видео с ремонтом китайской копии JBL. Это была JBL Extreme. Кому интересно, ссылочка будет вот здесь наверху. Сегодня я также буду ремонтировать китайскую копию JBL. Это будет JBL Flip. Там ничего серьезного нет, просто отвалился USB-разъем. Вы увидите полную разборку этой колонки. Ну и, конечно, в конце мы послушаем, как она звучит. Поехали! Итак, друзья, сегодня на ремонте у меня вот такая вот колонка. Клиент называет ее JBL Flip, хотя даже беглого осмотра достаточно для того, чтобы понять, что это очередной китайский высер, а не JBL. Посмотрите, какие красивые, блестящие наклейки на пассивных излучателях. Выглядит дорого-богато. Что же не так с этой колонкой? Ну, в целом все нормально, она включается, даже пытается найти Bluetooth-устройство, но заряжаться никак не хочет. Точнее не может, потому что на месте USB-разъема у нее зияет вот такая вот дыра. Для того, чтобы добраться до платы, мне придется полностью разобрать эту колонку. Посмотрите на ужасное качество пластика. Кругом какие-то засечки, неровности. Динамики бумажные, так что ни о какой водонепроницаемости говорить здесь не приходится. Посмотрите на эти ужасные дырки. Китайцы явно сэкономили не только на качестве, но и на количестве пластмассы. И не только на пластмассе они сэкономили, но и на светодиодах. Вот смотрите. Здесь места для пяти индикаторов уровня заряда, а в PINE только два. При стоимости одного светодиода в 30 копеек экономия составила почти целый рубль. Для того, чтобы разобрать эту колонку, потребуется длинная тонкая отвертка. А вот собственный разъем. Глядя на плату, можно подумать, что в этой колонке используется какой-то уникальный трехконтактный разъем. Однако нет, просто китайцы решили не делать на плате контактные площадки для неиспользуемых ножек. К счастью, это оказался стандартный microUSB разъем, который был у меня в наличии. Дальше остается только запаять разъем на место, собрать колонку и проверить, как она будет заряжаться. Вот эти вот пластиковые разъемы, они не переносят сильного нагрева, поэтому я сниму их на время пайки. Еще я отпаял вот этот вот конденсатор, так как он тоже не выдержит нагрева от фена. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Как видите, у нас все подключено, но колонка по-прежнему не заряжается. На тот момент я еще не знал, что на плате есть обрыв, поэтому начал искать неисправность с помощью тестера. В общем, выяснилось, что нет контакта с землей. На разъем она приходит, но на плату не попадает. Я не стал делать сопли с проводов, а подпаял контакт разъема к ближайшему проводнику с землей на плате. После этого колонка стала заряжаться нормально. Ну что ж, настало время проверить, как звучит эта колонка. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Конечно, микрофон не может передать все нюансы звучания, да тут и передавать-то особо нечего. Качество звука разительно отличается от оригинала. Звук не такой яркий и чистый, каким обладает оригинальный JBL Flip. Пассивные излучатели стоят как вкопанные, баса нет совсем. Что касается качества сборки, вы сами все видели. Дешевый пластик, сэкономили рубль на индикаторах, разъем припаян на трех ножках. В общем, мрак полный. Никому не рекомендую покупать дешевые китайские колонки JBL. Их качество даже близко не стояло с качеством оригинальных колонок JBL. На этом все. Ставьте лайк, если вам понравилось видео. Оставляйте комментарии. Ну и, конечно, подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. Субтитры сделал DimaTorzok